И сейчас у нас, наверное, одна из таких ключевых сессий, которая показывает, насколько меняется станкостроение и, в принципе, связь промышленности в работе новых условий. Тема звучит так. Адаптация отрасли в сложных санкционных условиях санкций иностранных государств. И я приглашаю сейчас на сцену наших спикеров, участников деловой программы. Это Беликов Павел Валерьевич, Цыганков Михаил Борисович, Бирюков Алексей Петрович и Шигунов Валерий Александрович. Всем добрый день, уважаемые коллеги. Можем так, да, поменяться. Ксения пока подает, и она, я думаю, попробует к нам присоединиться. Ну и я, уважаемые коллеги, представлюсь. Меня зовут Иван Поляков. Я являюсь ответственностью секретарем комиссии РСПП и по приглашению организаторов Национального форума по металлообработке сегодня буду нашим с вами модератором по двум сессиям. Первую начинаем. Итак, уважаемые коллеги, всем еще раз добрый день. Ну и перед тем, как начать, да, все-таки подготовил небольшой экскурс по теме. И, насколько я понимаю, нет такого предприятия в стране, которого бы не коснулось сейчас, так или иначе, в цепочке санкционное давление, как внешнее, так и внутреннее. Потому что, уважаемые коллеги, я хотел бы напомнить, что на ответы ограничений недружественных стран мы ввели свои ограничения по поставке оборудования и по факту закрыли определенные рынки европейских стран, рынки остальных недружественных стран по поставкам уже и нашего оборудования. Постоянно, да, мы с вами читаем теле и новости, которые принимаются в соответствии с ограничениями для наших предприятий, из последних ИПН станкостроения, Рустан, попали в санкционные списки по теме, что они занимаются производством, импортозвещением, продажем и распределением станков в интересах государственной корпорации Росатом. Также свидетельствуют о том, что сложности продолжаются, и российские компании, наши международные партнеры ищут пути их решения, является статистика на текущий момент по данным таможенной Китайской Народной Республики о снижении экспорта китайских старых, в том числе по станкостроению, тяжелому машиностроению в России в марте на минус 12% относительно уровня прошлого года. Ну и, да, говоря о санкционном давлении и нашей адаптации, конечно, важно упомянуть, какие пути решения могут быть, но здесь прошу быть аккуратнее, потому что предлагая какие-то загрязнительные меры, мы помним, что у нас есть забред о призывах к введению дополнительных санкций, поэтому радоваться совсем мы не можем. Но и напоминаю, что ведется запись, и наши геополитические непартнеры постоянно наблюдают за тем, какие решения мы предлагаем для того, чтобы предусмотреть их и закрыть, соответственно, те или иные пути преодоления санкционного давления. Я думаю, что, да, вот эта вся тема, что есть сложность не только как ввести, вывести, но и дальнейшее обслуживание оборудования, как возить наше оборудование, потом его обслуживать, это такие вводные тезисы нашей с вами сессии. И здесь я бы хотел передать слово Белику Павлу Валерьевичу, подготовлена уже презентация, да, факты и цифры. А на каком сейчас периоде находится, в принципе, отрасль, с чем связана сложность работы страны? Мы же все, да, в основном, если смотреть на новостном поле, вот вроде и возят, и есть и параллельный импорт, и официальный, и серый. Есть, да, вот на какую-то деловую конференцию не придешь, всегда найдутся люди, да, мы привозим, потихонечку, они говорят, мы там это решим. Ну а так ли это, какой объем, какие сложности, и с какими иностранными государствами, по вашему мнению, и я думаю, для аудитории это будет полезно озвучить, является сейчас Павел Валерьевич. Иван, спасибо большое, спасибо, что согласился поддержать нашу выставку и стать модератором. Мы также надеемся вас поддержать на выставке твоей уже российский промышленник в Питере. В конце можешь что-нибудь сказать. Спасибо, мы готовимся. Тема санкции очень волнующая для всех, очень мало информации. Ты прав, нельзя вслух какие-то вещи говорить, потому что это... Речь идет не о том, какие санкции, как правило, а о том, как их обойти, и как только кто-то анонсирует, что санкции вот так можно обойти, например, то и эта лазейка может быть заканчивается. Цель нашей сегодняшней дискуссии, ну, подсветить какие-то общие для многих проблемы, для того, чтобы, ну, в том числе в рамках вот нашего национального металлообрабатывающего форума, люди могли между собой как-то и в кулуарах в том числе пообщаться, посоветоваться, потому что проблем очень много. И речь идет не только о санкциях страновых, речь идет и о санкциях на компании, которые распространяются, и на конкретных людей. Ведь вот наш бизнес-клуб, сейчас уже картинка сзади меня правильная, это Национальный союз поставщиков и производителей оборудования, инструмента для металлообработки. Внутри нашего бизнес-клуба 50 компаний, из них, ну, я не знаю, сколько уже компаний попало под санкции, да, ну, значительное количество попало под санкции. Вообще не ожидая того, и там не будем обсуждать это там, так сказать, по каким причинам, поэтому тема действительно животрепещущая. У меня короткая презентация просто по фактам, я попросил моих коллег из НСПМ подготовить то, что вы и так знаете, ну, для того, чтобы нам начать дискуссию в нужном русле, то есть мы говорим про самые разные санкции, есть экономические санкции, да, дипломатические, спортивные, мы знаем, что сейчас будет Олимпиада, да, я не знаю, много ли там будет наших спортсменов. Но не под государственным флагом. Но не под государственным, под нейтральным флагом, да. Индивидуальные санкции против физических лиц. Это отдельная тема, волнующая, в первую очередь, тех, кто уже попал под эти санкции. Повторюсь, среди нашего общения, бизнес-круга, очень много таких людей, которые уже попали под санкции. И это не значит, что эти люди, они, скажем так, какую-то занимают, я не знаю, очень уж яркую какую-то позицию политическую или там просто вот в силу своих бизнес-интересов. Ну, они занимают должность, да. Мы не можем быть технологически прогрессивны. Даже не речь не только, они занимаются бизнесом, да, но так как это в какой-то степени противоречит каким-то другим нормам других государствам, которые ввели санкции, вот они попали, и это для них сейчас проблема. И санкции против компаний частных организаций. Значит, какие страны ввели санкции? Ну, тоже примерно все знают эти страны, да, кроме США, да, Канада, Великобритания, Япония, Австралия и Европа. Ну, как Кореи, кстати, еще нету. Южная Корея ввела секторальные санкции, но они гораздо мягче, пока будем надеяться, что они изменятся, чем санкции, которые ввели вышеопозначенные страны. Ну, при этом я бы хотел дополнить, что на самом деле, да, это прямые санкции, но есть еще коственные, например, давление на финансовую систему Китая. Об этом будет сейчас. Вот смотрите, под санкции в цифрах попало очень много физических лиц, вот, я сказал, есть и наши знакомые, ну, чуть меньше организаций. Вот сколько миллиардов евро актив заморожено уже, да, и сколько заблокировано. То есть, ну, вот эти миллиарды евро, это, конечно, не про нас, это государственный масштаб, а вот то, что касается физических лиц и организаций, это про нас. Но кроме этого, есть еще санкции по товарам, по продукции, которые нельзя импортировать больше в нашу страну. Ну, сейчас мы, я, так, надо назад вернуться, не буду перелистывать. Вот здесь этого не хватает, но для нас важно что? Что мы работаем с танкоинструментальной отрасли. Это металлореческие станки и металлореческий инструмент. Вот большинство стран, которые представлены вот на слайде, для меня это правая половина слайда, в том числе ввела санкции на поставку определенных группы товаров. Вот вы сказали про, например, Южную Корею, например, металлореческий инструмент Южной Кореи можно поставлять, и он успешно поставляется. А вот многокроординатные станки с числом программ управления нельзя. И вот эти как раз санкции на определенные группы товаров, которые в понимании, как говорят у нас в политике наших партнеров, необходимы для того, чтобы развивать оборонную промышленность, вот это и есть головная боль и наших оборонных предприятий, и не только всех металлобрабаточных предприятий, которые хотят купить не только, может быть, где-то российские станки, не только китайские странки, про китайские будут, но и хотят... Хорошо, да, мы поговорим. Но все-таки у нас разговор про адаптацию, ну, вводится все, это современный мир, и для нашего бизнеса, для нашей страны он сейчас такой, насколько мы адаптируемся, потому что знаю, что, ну, вот, говоря сейчас, да, продолжаю. Это постоянный процесс адаптации. Турция, Китай, Индия, вот можно как-то привести, не привести. Ну, я скажу, что в этом году субъективно стало много сложнее, но я к этому приведу в конце, и мои коллеги потом скажут свое мнение. Адаптация – это постоянный процесс же, и санкции появляются новые, сколько пакетов там у меня нет, 14 пакетов санкций европейских. Вот каждый пакет как-то расшифровывается, у нас будет еще отдельная сессия, по-моему, в последний день юридическая, где юристы тоже будут консультировать на тему санкций. Но вот я считаю, это тема, о которой обязательно нужно говорить, хотя бы внутри нашего сообщества, потому что, ну, абсолютно дефицит информации, люди не понимают, какие санкции есть, как они расшифровываются, что с этим делать. Я пока просто по фактам скажу, значит, смотрите, вот как адаптируется бизнес. Вроде бы адаптировался, вроде бы все переселены на Китай. У нас восточный ветер заменил западный ветер, да. И без ссылок там на личные какие-то примеры, вот ссылка на источники в интернете, кто не в курсе, вы сами можете посмотреть. Все, кто работает сейчас с Китаем, не могут заплатить в Китай. Значит, сначала платили там через какие-то свои каналы, потом все говорили, идите в ВТБ Шанхай, платите там. Теперь, значит, давайте платить через агентов. Но согласитесь, раз Китай у нас официально дружественная страна и партнер, должно быть какое-то, наверное, нормальное официальное решение, которое можно озвучивать не то, что в кулуарах, а все будут знать, что вот платить можно вот так, я не знаю, там, придумываю в криптовалюте, например, или там в цифровом юане, или чемоданами возить на поезде, там, Москва-Пекин, я не знаю. Но должен быть какой-то легитимный, понятный путь. Сейчас, ну, моими глазами понятного пути нет. Все как-то выкручиваются, боятся об этом говорить, как бы не прикрылась лавочка. И при том, что импортная зависимость в нашей отрасли, для тех, кто не в курсе, посмотрите предыдущую запись, предыдущие сессии, ну, просто критически зависима от Китая. То есть у нас Китай поставляет, наверное, 75% импорта в металлобровочной промышленности. При этом, но, ты говоришь, работает, но импорт снижается. Вот смотрите, на этом слайде о чем речь? В апреле снизился на 10%. То есть потребление растет, импорт снижается в апреле. Почему? Потому что нельзя заплатить, китайцы не отгружают. Вот есть проблема, ну, для меня пока решение там не очевидное, я просто, наверное, не знаю. Ну, исхожу из того, что сейчас происходит какой-то бизнес-диалог, там Россия-Китай, на прошлой неделе первые лица там общались, наверное, до чего-то договорились. Ждем новостей. Проблемы с расчетами подобные с Россией и с Турцией. Кто-то из коллег, если сталкивался с этим, может потом прокомментировать, да? Я ускорюсь, потому что слишком много времени занял уже, да? С Россией и Индией подобная ситуация. Ну, там вообще руки подвисли, да? Я сейчас показываю дружественные страны, да. То есть у нас все, что не хватает у нас в России, мы должны покупать вот в дружественных странах. И вроде как начали покупать, заплатить не можем. Вот вкратце текущая картина по цифрам и фактам, то, что я хотел подсветить. Потом можем еще как-то это резюмировать. Хоть я бы хотел дальше своим коллегам предложить личным примером что-то прокомментировать. Ну, да, давайте как раз подискутируем, если у коллеги есть презентация. Но на самом деле, если позволите, я бы хотел сейчас передать слово Цыганкову Михаилу Борисовичу. Все-таки это представитель, генеральный директор, руководитель объединенной лизинговой компании. И здесь как раз, я так понимаю, что и лизинг – это тот инструмент, который сейчас, с одной стороны, является адаптационным решением, с другой стороны, приземление так или иначе того или иного оборудования сейчас достаточно сложное, потому что любой современный станок, он связывается с главным офисом, стоит его подключить к сети. А многие станки, например, японские, передают геоданные или германские, которые мы сюда ввозим. Лизинг в этом не поможет нам. Ну, в этом плане, я так понимаю, что лизинговые компании становятся уже такими консалтерами по этой всей проблеме. С участниками становимся. Да, да, да. С участниками. Да, добрый день, все коллеги. А кликер можно попросить у вас в презентации? Ну, кратко. Все мы столкнулись с одними и теми же проблемами. И лизинговая отрасль, как приобретатель для нужд и металлообрабатывающей отрасли, также как являющейся покупателем, тоже столкнулась с трудностями и по импорту, и по оплате этого оборудования. Импортозависимость отрасли, она очевидна. Здесь не будем тратить время на ее обсуждение. Дело в том, что эти последние два года мы все живем под лозунгом адаптация, как сейчас предыдущий спикер озвучил. И лизинговый рынок также адаптировался, потому что если на заре введения санкций недружественных стран достаточно было зарегистрировать в Турции SPV-шку с резидентом России в бенефициарах с фамилией Иванов, то уже сейчас это вспоминается как давно сладкий сон и вообще фантастика. Сейчас уже через Турцию нереально практически завести что-то из Германии, оплатить, если это только не Майбах, который не может там по двойному назначению использоваться, вы можете его купить на МКАДе сейчас. А станок с ЧПУ немецкий, это уже, что называется, надо подумать, поработать и с риском оплатить, и остаться и без денег, и без станка. По поводу действий дружественных стран и недружественных. Вот термин дружественная страна, это не константа, к сожалению, она дружественная, потом приезжает госсекретарь США, она становится нейтральной, а потом она становится... И потом, да, говорят, а вот у вас система SWIFT, она, к сожалению, может заблокироваться. А потом, да, принимается так называемый в Сенате закон Джона Маккейна, который не только требует согласования экспорта высокотехнологичной продукции, а вообще какой-либо, вот, и ставится крест. Поэтому я, как представитель лизинговой отрасли, я не могу вспомнить, чтобы мы вообще что-то за последние два года импортировали из США, вот, просто как таковое. А доля европейских недружественных стран, она упала. Ценник вырос в два раза в евро, именно из-за того, что появляются посредники, появляются третьи страны, изменяется логистика. Да, и даже тот негативный момент, что у нас ставка скакнула, а лизинг – это все-таки ресурсы банковские и ставка, он вообще играет там десятую роль, вообще даже не играет роль. У нас наши клиенты не изменили инвестиционные планы по причине роста ставки. Они абсолютно их не отложили. Гораздо больше на инвест-планы, на ваших клиентов и на вашу отрасль влияет курс. Курс, скакнувший на 10%, гораздо более загоняет рентабельность в минус, чем ставка, скакнувшая с 8 до 16. Даже если бы она скакнет выше, это не остановит производителей металлообработки, потому что курс и вот эта логистика гораздо больше затратную косты формируют. Но это как бы исходные данные. Да, с Китаем мы им очень много импортировали, практически все позиции. Но что касается транспортов, полностью заместили дружественные страны. Здесь никаких экономика России не испытывает даже дискомфорта. Все эти ситраки и фавы все это заместили. Что касается высокотехнологичной отрасли, где действительно большая составляющая именно науки в производстве станка. Одно дело заместить грузовик, а другое дело сложный станок, который там гальванику делает, лазерную резку, где есть составляющая научная, где ноу-хау, где станки делаются там столетиями. И потом даже наш дружественный сосед не может их скопировать и выдать полноценный аналог. Хорошо, а вот такой вопрос. Говоря о сложных технологиях, насколько выросла потребность, с вашей точки зрения, зная клиентский портфель, обращения на как раз сложную продукцию, сложное оборудование и запрос на ее приобретение, получение для предприятий? Потребность выросла колоссально. Именно она связана, можно открыто, наверное, говорить с гособоронзаказом. Ну понятно, конечно. Это подрядчики именно вороны, субподрядчики, субисполнители. Огромная доля выросла авиаотрасли, те, кто делают составные части наших суперджетов. Мы видим там потребности. И в предыдущей сессии был как раз диалог на тему, почему просто нельзя скопировать. Вот я ездил на предприятие, которое делает детали для суперджета. И у меня с директором был диалог. Я говорю, ну вы можете просто Boeing разобрать, болванку взять, померить рулеткой и сделать такую же. И полетит. Но это так не работает. То есть Boeing делает десятилетиями технологии состав этих тканей. И вот он изобретает ее заново. У него сидят инженеры. И то, что ему… Ну хорошо, да. Здесь технологический процесс понятен. Но насколько у нас идет история про… Давайте с вашей точки зрения про адаптацию. И какой бы вы, может быть, как эксперт… Понятно, что дело сейчас, прогнозы, дело самое неблагодарное, которое только может быть. Но как бы вы видели развитие и что бы вы посоветовали нашим предприятиям для дальнейших путей решения, конечно, станкостроительного голода и развития в этом плане направления коммуникации и бизнес-процессов. Смотрите, станкостроительный голод… Прошу прощения, Иван, при чем тут станкостроительный голод? Как санкции лизинговой компании могут нам помочь обойти? А вот это такая тема, которая… Сама по санкции попала за то, что покупала станки. Дело в том, что лизинг помогает не столько санкции преодолеть, а сколько за счет того, что вырос ценник в два раза, не вытаскивать сразу деньги вам из оборота, ну по аналогии с кредитом. Если раньше вы его без лизинга покупали, то сейчас вы его в лизинг на пять лет покупаете и делая там контракт под какого-то подрядчика Ростеха, можете, исходя из контрактной логики, свою производственную цепочку выстраивать. Да, станок стал стоить вместо миллиона два миллиона, при этом вы берете его в лизинг, через третьи страны завозите, но вы выполняете заказ. То есть, Михаил, санкции обойти вы не поможете? Я думал, вдруг купишь через лизинг, вы там куда знаете, куда заплатить, заберете свои пять процентов и привезете? Нет, во-первых, уже даже не пять, а пятьдесят. Те, кто помогает завести, берут пятьдесят процентов, посредники. Вторичные санкции, все боятся вторичных санкций и для посредника эта операция может стать последней. А лизинг именно инструмент в том, что подорожало все, помогает вам именно как финансовый рычаг в вашей отрасли приобрести дорогостоящие производственные оборудования. Спасибо большое. Тогда движемся дальше. Хотелось бы поговорить именно о том, насколько сейчас компании готовы вообще работать и в каких связках. У нас здесь есть компания «Промарсенал», это производство собственного инструмента. И я бы хотел как раз передать слово Шагунову Валерию Александровичу. Валерий Александрович, добрый день. Зная, что пути развития и преодоления санкционного барьера являются в том числе основой развития и выживаемости бизнесов, и выживаемости промышленности в целом, учитывая цепочку потребления и производства, хочется понять ваше экспертное мнение, насколько происходит ли эта адаптация, про которую мы говорим, и возможно ли в дальнейшем пути все-таки замещение и нашими производственными технологиями, может быть не сразу, но по пути промышленно-технологического развития, в том числе руководствуясь постановлением о производстве российской продукции правительства Российской Федерации, решить эту проблему. Или все же мы так и будем потреблять, но частично быть зависимыми, и развитие пойдет в том числе в том пути, который уже сформирован. Иван, спасибо. Добрый день, коллеги. Ну, первое, что я хотел бы сказать, на мой взгляд, я на это так смотрю, это никакая не адаптация, это просто спокойная, хладокровная работа в изменяющихся условиях. Я на это смотрю так, на всю эту ситуацию. Второе, безусловно, а может быть это и первое, главное не отчаиваться и не впадать в уныние. Это правильно. Надо спокойно продолжать работать. Нас санкционное давление коснулось одними из самых первых. Мы работали с японскими и немецкими поставщиками. И еще даже до начала СВО, даже до Крыма, мы чувствовали, что вся эта история направлена на то, чтобы ограничить возможности в нашем развитии. Поэтому одна из тем, которая у нас стала появляться, о которой мы начинали думать, это все-таки восстановление производства именно уже в составе Российской Федерации на ее территории. И мы об этом думали, появлялись разные программы, которые позволили нам организовать производство осевого инструмента. Ключевое в этом было найти качественных специалистов, которые действительно способны что-то создавать. Копировать это, конечно, очень хорошо, но, на мой взгляд, надо все-таки формировать в людях способность к мышлению и к созиданию. И именно что касается моих сотрудников, я делаю акцент на этом. Поэтому мы можем, безусловно, любой инструмент скопировать осевой, что касается осевого инструмента. Но основная моя гордость и то, о чем реально сейчас надо говорить здесь, я считаю, это то, что мы можем получить задачу от наших заказчиков и создать с нуля собственный инструмент российского производства. Вот это очень важно. Поэтому здесь мы искали новые решения, новые возможности. Ну, прекратили поставки станков из Японии, из Германии, осмотрелись, нашли подобное на китайском рынке и на индийском. Пожалуйста, слетали в эти страны, посмотрели на местах, что это действительно производство, заключили контракты, соглашения о сотрудничестве, начали возить это оборудование. А насколько коллеги как раз из стран, готовых с нами работать, по вашему общению, в принципе, реагируют на новые запросы? Мы же раньше на их рынке, ну так, конечно, смотрели. Конечно, наши специалисты, инженеры участвовали и в выставках, и в других событиях ездили на предприятия. Ну, а сейчас в том числе, да, мы работаем только с новыми партнерами. Все, мы отказались от привычного нам пути работы с европейскими производителями. Насколько они сейчас готовы выполнять наши заказы? Насколько эти заказы отвечают? Да, в том числе, это же вопрос и тех, огромный объем, и техрегулирование, и решение поставки, оплаты. В принципе, инженерные школы у нас даже с той же Индией абсолютно разные. Мы говорим иногда на разных языках, насколько я слышу от наших производителей. Насколько они готовы меняться и помогать нам в дальнейшем развитии? Ну, во-первых, что касается этих стран, Индии и Китая, они помнят, и это очень хорошо, что у них развита историческая память о том, кто поддержал их в сложную минуту. И мы исходим из этого, что друг познается в беде, и что такая ситуация может возникнуть с каждым, и она с каждым возникала из этих стран, с которыми мы говорим. И в то время Советский Союз, ну, в данном случае Россия, очень серьезно их поддержали и подставили плечо. И, безусловно, мы исходим из того, что мы являемся сильными партнерами, возможно, оказавшимися в специальной ситуации, но, тем не менее, понимаем, что у каждого есть свои интересы, и каждый заинтересован в своем развитии, в своих интересах. И каждый заинтересован в своем развитии, в своей безопасности, я бы так сказал. Исходя из этого, мы строим диалог с этими поставщиками и всегда находим решение. Ну, и я правильно понимаю, они готовы это решение искать вместе в сложности и финансовой ситуации? Да, безусловно, у нас есть очень хорошие примеры. Например, партнер из Турции прилетел в Россию, открыл здесь расчетный счет, и теперь мы за его продукцию, мы по кооперации с ним работаем, платим здесь в России в рублях. Ну, а дальше он пускай это само разбирается. То есть, если есть желание партнера продолжать сотрудничество, а исключить Россию из общемировой экономики невозможно, поэтому они ищут эти решения и находят. Хорошо, спасибо большое. Мы сейчас еще когда будем резюмировать, я думаю, сделаем основные выводы, но чтобы в том числе, зная наши ограничения по времени, каждый успел сказать, я бы хотел слово передать Берякову Алексею Петровичу, генеральному директору «Специнструмент». Добрый день. Здравствуйте. И тоже, да, развивая нашу тему, мы поговорили о возможном институте финансового замещения, общую оценку рынка, о том, что работать действительно можно и готовы партнеры, но насколько опыт именно у «Специнструмента», привлекая заказы на исполнение всех наших потребностей промышленности, у вас есть потребность замещения технологий, насколько есть запрос на новые технологии и, в принципе, выстраивание промышленной цепочки с точки зрения работы вашего бизнеса, имеет ли перспектива отойти от этого санкционного давления, проадаптироваться и быть уже полностью независимым? Ну, я не так радужно, как Валерий Александрович, смотрю на эту ситуацию, потому что, как бы то ни было, станки у него стоят, к сожалению, не российские, и делает он не на российскими технологиями и не на российских программах, покупают у него только россияне, а все остальное, к сожалению, у него не российское, включая, кстати, включая даже и столбики, из которых он делает инструменты. То есть у нас есть производство столбиков, да, в России, но почему-то мы их не делаем, хотя Кировградский завод твердых сплавов существует, по-моему, с 1956 года, а завод победит, еще раньше был, но что-то как-то они столбики перестали делать и не делают, и 90% столбиков сейчас получается из Китая, раньше процентов 50 было из Китая, остальное из Европы. Поэтому, к сожалению, не так радужно, и здесь я больше Павла Валерьевича поддерживаю, что, наверное, в данной ситуации, если не будет какие-то общие решения правительственные, то нам будет крайне тяжело, и будет это связано даже не с тем, что мы чего-то не можем, во-первых, нас мало, надо понимать, что если мы возьмем количество безработных в Китае, это в два раза больше, чем население России, это просто количество безработных. И поэтому надо понимать, что... Прошу прощения, только не предлагайте их привезти сюда, мы про их верификацию... Почему нет? Ну, слушайте, странно, да, то есть граждан Узбекистана мы сюда можем привезти, да, а этих нет, чем-то они хуже. Я бы как раз-таки вот на это бы и делал как раз-таки основную нагруженность, потому что, в принципе, если мы смогли бы заинтересовать как раз-таки Китай и Индию, создавать здесь производство, как они, в свою очередь, делали... То есть Китай же не сам развился, в него вкладывала вся Европа 20 лет и вкладывал огромные деньги. Только потом они поняли, что сделали это зря. Но принципиально там весь мир поучаствовал в процессе развития Китая, потому что была дико дешевая рабочая сила. Как развиться одним в настоящее время, ну, я, честно говоря, я не очень в это верю. Торговать, ну, я думаю, здесь как ситуация? Торговля была, будет и будет всегда. Перекрыть, наверное, кислород никто нам не сможет, просто цена. А как только мы говорим про цену, мы говорим о нашей конкурентоспособности на вообще мировом рынке. Принципиально. Как можно сделать... Валерий Александрович делает фрезы твердосплавные. Как можно сделать дешево для того, чтобы продавать не только в России, а за рубежом, если мы хотим конкурировать, если у него изначально продукт, который он делает, идет с наценкой процентов 50? Ну, извините, нет, не получится. Как бы мы не хотели этого делать? И станки у него, амортизация, и запчасти у него в раза 4 дороже, чем они в Швейцарии стоят. Ну и как? А заработные платы наших сотрудников, сами знаете, они вот прям как раз-таки на международном уровне сейчас. Даже, наверное, чуть выше. Ну, это да, это одна из проблем. И, кстати, мы о ней будем завтра вести дискуссию и предлагаем тут присоединиться к ней. Почему нет? Именно по кадрам у нас будут коллеги из Минпросвещения. Но, зная здесь, что в любом случае наша сессия так или иначе будет результативная, кроме привлечения иностранных специалистов, и здесь надо говорить не просто привести кого-то, потому что, как вы правильно упомянули, многие специалисты из наших ближних стран Средней Азии, они решают практически, он не приезжает сюда за станок, он приезжает сюда в Яндекс.Доставку. А привлечь высококвалифицированные кадры, это, наверное, та сложность, о которой сложно поговорить. Ну, то есть надо заинтересовать так данные страны и данных работников, чтобы они к нам приехали. И мало того, что приехали, по идее, они должны еще и привести технологии. Потому что многих технологий даже у нас нет. А как вы оцениваете, в принципе, перспективу вот этого пути открытия здесь производств сейчас китайских, индийских, турецких компаний? Ну, абсолютно нормально. В принципе, у нас даже был опыт небольшой. Мы пытались с китайскими партнерами открыть здесь производство, но потом просто, когда посчитали, немножко было не очень рентабельно. Сейчас, возможно, к этому снова можно вернуться, потому что цена товара просто в России выросла. Поэтому почему бы и нет. Так как рынок, в принципе, у нас сейчас становится все больше и больше именно по производству. То есть можно же посмотреть элементарно на автомобильную отрасль. Вот о чем говорил. То есть это же очень просто. То есть автомобили очень легко взяли, ребята, готовые производства европейские, и начали делать китайские автомобили. Да, они начали с узловой сборки. Но с этого же можно начинать и станки. С этого же можно начинать и инструмент. Ну, а почему нет? То есть идея именно в этом, что, ну, то есть вот, мне кажется, в этом направлении надо больше смотреть. Купить можно, но если мы стратегически пытаемся развить Россию, а не тактически решить вопрос здесь, сейчас, то надо смотреть немножко пошире. А насколько, учитывая это, готовы включаться в органы государственной власти? Насколько они поддерживают этот путь? Потому что преодоление санкционного давления, ну, бизнес один это не сделает. Нужны решения, нужны в том числе от таможни и тех же самых платежей до тех регулирования. Вы знаете, это вот, к счастью, не мой вопрос. Хорошо, я понял. Да, потому что, ну, действительно, люди должны об этом думать. Я думаю, что у нас есть люди, кто хочет и думает об этом. Поэтому, да, у нас надежда есть. Так скажем, что, но с другой стороны, бизнес-слены России, это вот как, прямо скажем, вы нам не мешайте. Помогать не надо, не мешайте просто. А мы сами все сделаем. Ну, а получится. Ну, слушайте. Да, вот нахождение под санкциями, это уже другой вопрос, я думаю, лично здесь многие отсутствуют. Спасибо большое. Ну, и, наверное, еще раз, Павел Валерьевич, будем резюмировать. Хочу, чтобы общая какая-то сейчас оценка нашей дискуссии, наверное, и дать сложно, потому что вопрос требует... Мы ушли немножко в другую важную очень тему. Ну, мы же говорили про санкции, просто трудно вот какую-то волшебную пилюлю, да, предложить, что... Вот я об этом и говорю. Делайте все вот так, видишь, официального пути такого вот, которого можно было бы всем озвучить и на сайт выложить, его нет. Все каждые спасения утопающих в руках утопающих. Я думаю, что даже если оно есть, никто не расскажет. Ну, или так, да. Ну, давайте в любом случае, хотелось бы, да, вернуться к резюмированию там и движению по нашей дискуссии. И так как все-таки НСПИМ, да, союз металлообработки, отраслевое объединение, да, оно поддерживает в том числе и РСПП. Я знаю, и участвовал, это присутствовал, было несколько сессий, где обсуждали достаточно... Мы на площадке РСПП именно эту тему обсуждали, потом... Закрытые вопросы, потом вот у нас есть возможность... У меня Александр Николаевич сказал, Шохин, ну, сказал, не все под камеру же там, думаешь, что говоришь. Вот сейчас, чтобы у нас есть возможность, да, что-то мы не говорим под камеру, но что-то в любом случае, коллеги, мы озвучиваем публично для того, чтобы я хочу, чтобы наша дискуссия имела некую результативную часть. Чтобы по ее итогам Союз, возможно, сделал ряд обращений, которые поддержатся в том числе там РСПП, эти обращения отработаются, и, возможно, да, там, на том же российском промышленнике мы как-то это поработаем уже с Минпромторгом, с Минэкономразвития, как участвующими органами государственной власти. Поэтому, коллеги, наверное, я попрошу у каждого сейчас по очереди сформулировать, попробовать те предложения, которые можно озвучить и которые можно решить вместе, как отраслевым объединением, так и привлекая наши контролирующие и, как ни странно, и это хорошо, помогающие органы государственной власти. Что вы бы предложили? По кругу микрофон раздадим, да? Ну, мы потихонечку, да. Давайте, знаете как, давайте, мы как президент все-таки не своим, мы подрезюмируем, а начнем просто с коллег. Давайте так. Хотел, в первую очередь, спросить, рассказать Алексею, почему китайцы не создают здесь СП, дочерние структуры? Мы общались с производителями автотранспортных средств китайских, и почему по аналогии с BMW не открыть автотор, черри, а только единственный у нас Хавейл работает в Туле с высокой степенью локализации? Дело в том, что у всех флагманов китайской промышленности, если посмотреть бенефициаров, это инвестфонды и банки США. Ну понятно, да. И они говорят, а мы просто на IPO не выйдем, ребята, все, вот максимум купили и не говорите никому об этом. Вот, поэтому… Значок переклеим, уже неплохо. Совершенно верно. Ну, что у нас ждет? Можно тут вспомнить нашего президента Владимира Путина, который озвучил нам задачи все на послании Федеральному собранию до 2030 года, о том, что наша задача – это экономический суверенитет и войти в топ-4 экономик мира. Поэтому, а как это обойти? Это как раз наша с вами работа и задача. Но велосипедов здесь быть и быть не может, ни велосипедов, ни самокатов, ни даже компаса, а именно каждый кейс просто в ручном режиме индивидуально разбирать, как оплатить, как завести, как поставить, как потом смонтировать и как это все снабжать запчастями. Спасибо. Ну, то есть мы от того, чтобы спланировать промышленные цепочки, никуда не уйдем? Никто не придет и ничего не сделает. Ни из дружественных стран, ни из других. Хорошо, спасибо большое. Ну, если мы возвращаемся к контролирующим органам, самая большая проблема сейчас это есть, это связь между банками и таможней. То есть надо четко понимать, что у нас есть заблокированные коды, так называемая продукция, которая состоит в санкционных списках. Ее поддерживают все страны, вне зависимости от того, дружественно или нет. Вот на сегодня, в принципе, является нарушением закона, если ты плачешь за металлопродукцию, а получаешь, например, подшипники. Это нарушение, и оно карается. Но по большому счету все должны понимать, что не для себя я их привез. Ну, понятно, если нам разрешать быть сковородкой. Да, мало того, что сейчас, например, очень интересная вещь. Таможня говорит, если у вас нет сертификата происхождения страны, то мы накладываем 30%, как будто все это произвешено в Америке. То есть это приехало из Китая, но ты должен доказать, что из Китая. Китайского производства, китайского производства, на нем китайские бренды. Но ты должен делать сертификат страны происхождения. Обязательно. А без него тебе плюс 30%. Просто потому что. Потому что мы считаем, что это из Америки. И доказать обратное невозможно. А даже если это, например, санкционный товар, и он был завезен через Китай, но он европейский, доказать это почти невозможно. И тогда мы цену товара опять видим повышающую здесь. То есть иногда какие-то решения, они крайне странные. Крайне странные. Ну, хорошо, да, резюмируем, двигаемся дальше. Единственное, коллеги, я попрошу сейчас встретить у нас спикера, который к нам присоединяется уже под конец сессии, но был заявлен. Это Степанишева Ксения, советник коллегии адвокатов города Москвы, Ковалех Тугуши-ин-партнеры. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Вы знаете, мы тут немножко подискутировали. Ксения, как обойти санкции? Научите нас, чтобы вы все пропустили. Нам нужна универсальная пилюля. Есть ли она? Я как раз вам дело новое привезла от 15 мая, где Икею наказали на 12 миллиардов рублей. А вы думали, мы с хорошими новостями к нам? Они пытались обойти красиво, причем попытались. Вот, собственно, постановление у меня даже распечатанное с собой есть. Хорошо, давайте я тогда передам вам слово, чтобы успеть в тайминге. У нас с вами минут 5-6 есть. А кликер? Кликер, да, вот рядышком. Да, коллеги, добрый день. Я являюсь советником коллегии адвокатов Клавлев-Тагуши и партнеры. Я практикующий адвокат с 2015 года с общим стажем примерно 16-17 лет. Где-то вот уже два года с лишним. Помимо моей основной деятельности, корпоративное, коммерческое право, это то, чем я занимаюсь на постоянной основе, пришлось погрузиться в новые реалии и сопровождать сделки уже с новыми переменными, с новыми вводными. Наша практика очень детально изучает. Помимо иностранных всех пакетов, мы их все читаем, переводим. У нас на сайте, там будут все мои контакты выложены, кратко изложены, все пакеты санкций 1 мая, первомайские санкции, так называемые США, они вышли как раз-таки 1 числа, там за апрель, за октябрь. Это уже был 14 пакет, если считать их последовательно, начиная с 2022 года. Они нас чуть-чуть в меньшей степени волнуют, потому что мы поговорим скорее о контрсанциях, то, что вы называете санкциями, то, что нам каким-то образом мешает расплачиваться с контрагентами, в том числе с иностранными, выплачивать дивиденды иностранным участникам, осуществлять платежи. Есть различные вопросы, например, грабление дивидендов, как платить прибыль за границу. Есть проблема ликвидации иностранных юрлиц, то, с чем к нам обращаются, иностранный участник, российское юрлицо, что с ним делать? Продать, ликвидировать, то есть мы делаем и то, и другое. С ликвидацией вообще интересная история, если кому-то интересно об этом, можно потом подробно задать вопрос. Это операции, в отношении которых введены ограничительные меры. Они введены в основном указами президентов. На сегодняшний день поначалу пострадали у нас недвижимость и акции, они были самыми первыми в марте 2022 года. Затем в сентябре доли в ООО, и помимо купли-продажи доли еще и реорганизации, залог, выход участника и масса других сделок. Затем распределение дивидендов распределять можно, но не больше 10 миллионов рублей в месяц. Обычно это никому не подходит. Ксения, я прошу прощения, чтобы нам больше быть рядом с темой. Могу я попросить вас сконцентрироваться все-таки на нашей тематике, а тематика это все-таки станкостроение, замещение станков. Это относится к тем компаниям, которые ушли с рынка. Я не знаю, мы вчера разговаривали с Василием Дьяновым, например, компанией Трумф, знакомая вам компания. Вот они закрывают свой бизнес, распродают, уходят с рынка. Там тоже все непросто. Просто тех, кто слушает сейчас нас, их, может быть, в большей степени интересует, как платить в Китае, например, или как жить тем компаниям, которые уже под санкцием, нежели как иностранцам сейчас уйти с рынка? Ну, смотрите, как уйти с рынка, наверное, этот вопрос, он все равно остается злободневным. Как жить, то, что вы называете санкциями, мы называем контрсанкциями, это то, что позволяет сохранить целостность нашей экономики, с одной стороны. С другой стороны, нужно находить способы расчетов с контрагентами, ввоза каких-то определенных товаров, которые необходимы для осуществления производственной деятельности. Здесь нужны навыки как наших корпоративных юристов, так и коммерческих юристов. Но вот без вот этой, наверное, основы того, что можно, того, что нельзя реально, и те, кто находится под санкциями, под чьими вы имеете в виду? Под американскими? Или вот под европейскими? Или под какими-то другими? И под контрсанкциями, в том числе. Алексей Петрович, мужчина, импозантный, по серединке дан, например, ему эта тема может быть интересна. Для компаний, которые находятся под санкциями, например, у нас сейчас есть компания, у которой сестринская компания, в SDN-листе. У них два бизнеса, производственный, большой и банковский. Банковский мы в данном случае не рассматриваем, но, тем не менее, для них мы предложили решение двойная редмицелляция, и она им подходит. То есть в итоге они переедут в САР, они еще рассматривают вариант особой экономической зоны, ЭЗО, так называемой. Но там нужно соблюдать определенные пороги, и несмотря на то, что это очень крупный бизнес, далеко не всегда они подходят. То есть можно переквалифицироваться в эту международную холдинговую компанию, но они в итоге выбрали САР, выбрали Калининградскую область. Но для того, чтобы туда попасть, им нужно сначала как бы выпуститься из тех юрисдикций, где они сейчас находятся. Потому что наверняка у вас у всех в бизнесе так или иначе фигурируют компании из недружеского списка, либо офшорные компании, либо еще какие-то, и оттуда нужно уйти. Вот мы их редмицеллируем в данный момент в Арабские Эмираты. Из всего, что мы изучили, это больше всего им подходит. Там разные зоны, правда, есть, и разные требования ко всем зонам. Оттуда будет следующая редмицелляция, может быть, через год, уже в наш САР. И они продолжат работать здесь в качестве вот САРа. То есть мы их холдинг тем самым выводим из подсанкций. Другое дело, это если вопрос открытия банковских, допустим, счетов. Вот им потребуется в Арабских Эмиратах открыть те же банковские счета, у них сестринская компания под санкциями. Мы нашли способ. То есть есть партнеры, надежные... На этом моменте аккуратней. Мы под запись работаем. Они могут рассмотреть возможность. Никто гарантий никаких не дает сейчас. И потом Арабские Эмираты это наша дружественная юрисдикция. С ней, с Турцией, со странами СНГ. Но, что интересно, страны СНГ, с ними гораздо сложнее оказалось. То есть редмицелляции, как такового, у них в принципе нет. Есть Международный центр финансовый Астана, который... Но он работает как такой анклав небольшой даже, который функционирует по английскому праву. То есть это не совсем подходило изначально. То есть если речь идет о том, как сохранить то, что здесь есть, не ликвидируя, не продавая, так или иначе, какие-то корпоративные действия все равно придется провести. Хорошо, Ксения, я чтобы... Прошу прощения, что... Так, стараюсь перебить, но стараюсь быть в тайминге. Очень кратко, буквально на минуту, какие бы вы дали советы компаниям, у которых есть сейчас сложности, какой их должен путь? Обращение к вам как к юристам или сначала какие-то действия свои предпринять, найти партнеров, потому что все плюс-минус знают, где им... У кого им взять оборудование? Но как этим двум компаниям из разных стран сейчас работать, это ключевой вопрос. Ну, чаще всего действительно, вот второе, то, что вы сказали, вы правы, чаще всего компании знают, где взять. Их интересует договорная обвязка, как это правильно сделать, как не попасть так, чтобы расчеты шли через счет типа С и только через него, как вот сделать так, чтобы это было правомерно, чтобы мы соблюдали все указы президента, как мы должны делать, но так, чтобы и можно было ввести, распоряжаться за тем прибылью. За этим, да, обращаются к юристам. Иногда обращаются, спрашивают, а как сделать, а потом уходят, а делают сами. Такое, ну, это сплошь и рядом. В принципе, это и до санкций так работало. Вот. Ликвидация, продажа активов. Это ради бога, это мы сопровождали и сопровождаем по сей день, потому что это не прекратилось. Вот. Что касается... Тут, кстати, очень интересный момент, может быть, поднимался уже, с антимонопольными вещами был в нашей практике, когда не было возможности в рамках госзакупок получить определенные запчасти, просто по определенным причинам их не могли поставлять те, кто должен был поставлять, не могли по той причине, что либо они единственный поставщик, либо доминирующее положение, они находятся под санкциями, есть определенные ограничения. Вот это гораздо сложнее. Ну, решили? Ну, собственно, решили каким образом? У них формально не было установлено доминирующее положение, де-факто вроде это все понимают, но есть отдельная процедура у ФАСа. Поэтому мы исходим из того, что если его нет, то здесь можно и посудиться с российской компанией, то есть она, по сути, не выполняет свои обязанности в поставке. Ну, все, да. Ну, то есть, в принципе, если делать правильно, если работать вместе с юристами, с таможенными брокерами, с связками, с лизинговой компанией, в том числе финансируя это все, решение найти можно. Есть еще замечательное решение сходить в правительственную комиссию, просто никто особо не хочет этого делать, в том числе для получения разрешения на платежи, не только на сделки, чтобы передать акции или доли. У нас есть регуляторы, которые выдают и такие разрешения. Вот. Почему я хотела про Яндекс рассказать, может быть, подытожить этим делом? Вот буквально минутку, да, там суть была в том, что было заключено кредитное соглашение между компанией, которая в группе, в группе не Яндекса, в группе Икеи находилась, и они не успели по нему рассчитаться до 2022 года. Сумма, речь шла порядка о 10 миллиардах рублей. И они сделали по-другому. То есть, они заключили договор поставки, и по нему попросили заплатить российскую компанию, вместо них, чтобы заплатила российская компания иностранной компанией, ирландской компанией. И, кстати, платеж прошел. Но вот сейчас эту сделку развернули. Ее признали недействительной на прошлой неделе. Генеральная прокуратура проявила интерес к этому кейсу. То есть, те договоры, которые они заключили, они сделали это в обход санкций. Я вам рассказываю, как делать не надо на примере очень крупной компании. Потому что сейчас любые такие действия, они под пристальным вниманием находятся регулятора. Почему нельзя дробить дивиденды, заплатить там 10, потом еще 10 или 10 по 5 и так далее. Здесь они просто хотели цепочку сделок создать, чтобы рассчитаться со своим кредитором так, чтобы избежать попадания денег на счет ТПС. Потому что никто не знает, что с ними потом делать. Понятно. Это неправильно, и так делать нельзя. И мы этого не рекомендуем делать. Хорошо. Спасибо большое. Знаю, что если нужна будет рекомендация и вас научат как можно, пожалуйста, коллеги Ксении, после нашей сессии с удовольствием расскажем. С удовольствием, да. Как можно. И я попрошу тогда еще Валерия Александровича сейчас тоже сделать резюме позитивным ли ключе, нейтральным ли решать вам, но все-таки адаптируемся. Ну, смотрите, мы в национальном металлоработочном форуме участвуем уже не первый раз. И сегодня я должен отметить, что оборудование, несмотря ни на что, намного больше, чем было в предыдущие разы. Это о чем говорит? Что можем мы привезти необходимые средства производства. А чтобы не зависеть от санкции, нужно просто эту зависимость убирать. Каким образом? Развивать здесь собственное производство, что наша компания делает. И мне очень отрадно, что, например, коллеги здесь, которые присутствуют, они раньше занимались коммерцией, а сейчас тоже приняли решение производить что-то здесь в России. Вот и все. Надо просто действовать, работать, и делать, что должно, и будь, что будет. Так точно. Спасибо большое. Павел Валерий Ильич, Ваше краткое резюме буквально минутку. Валерий Ильич так хорошо сказал, да, что это должно было быть лозунгом таким, которым мы и закончим. Делай, что должен, будь, что будет. А давайте этот лозунг вынесем, давайте как, в шапку письма в Минпромторг и Минэкономразвитие. Ну хорошо, ты его тогда повторишь. Я скажу пару слов, и ты повторишь еще, что сказал Валерий Ильич, потому что это прекрасное завершение дискуссии. Я хотел в качестве резюме пару посылов сказать к органам власти. Во-первых, подумать над тем, как не раскрывать информацию о тех компаниях, которые поставляют в нашем случае станки, оборудование, продукцию, которая нужна госпредприятиям, для того, чтобы эти компании потом не попадали под санкции. Потому что, если государство призывает к тому, чтобы мы помогали, в том числе, оборонным предприятиям, нужно как-то обеспечить, наверное, безопасность и тех, кто участвует в этой цепочке поставок. И, безусловно, только лишь одними нашими российскими производителями мы пока не можем удовлетворить эту потребность, поэтому нужно подумать над механизмом, как не подставлять своих же поставщиков. Первый посыл, второй посыл, ну, все-таки создать какой-то понятный механизм, как платить тем дружественным поставщикам, которые готовы с нами работать, ну, не сможем мы сто процентов всей продукции вот этим модным словом, как это сказать, импорта заместить. У кого будем покупать, если мы не можем заплатить в Китае? Ну, давайте, хорошо, если сейчас мы не можем говорить, сейчас какие-то пути входные, агентские схемы, ну, значит, нужно создать этот путь, потому что, ну, это все-таки неправильно, когда в таких масштабах мы зависим сейчас от Китая и не можем то заплатить. Ну, надеюсь, эта проблема как-то будет решена. И посыл к тем, кто, к обычным людям, как мы, да, ну, делиться опытом, объединяться, вместе мы сильнее. Отлично, спасибо большое. Ну, что ж, уважаемые друзья, наша сессия подходит к концу, на самом деле, хочется ее завершить двумя тезисами, каждый тезис это одно слово, но оно емкое. Нас ждет не просто адаптация, да, но устойчивость, которую мы сейчас достигли, и развитие, без которого мы не можем. Поэтому хочется пожелать вам всем успеха в преодолении устойчивости и развитии и преодолении всех барьеров, а мы это обязательно вместе сделаем. Здесь с Павел Валеричем я согласен. Только вместе, Скажи еще раз, Валера, что ты сказал. Победа будет за нами. Так точно. Нет, ты не так сказал, ты сказал, делай, что должен, и будь, что будет. Спасибо. И победа будет за нами. Спасибо большое, друзья. Давайте поблагодарим наших участников в дискуссии, наших спикеров аплодисментами. Ну, а я хочу сказать, что буквально пять минут, небольшой перерыв, будем в тайминге, и нас ждет следующая сессия создания производства с нуля, успешный опыт и рекомендации. Приглашаю вас не расходиться и быть здесь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.